Мы традиционно собираемся в рамках нашего клуба All Star Stalks и мы приглашаем наших друзей, очень разных-разных людей, чем бы они ни занимались, но это всегда очень интересное общение. Сегодня у нас будет такое исключительное общение, потому что обычно я задаю вопросы, какие-то вопросы со звездочкой и разные другие камеры. Здесь в большей степени мы договорим, что Лера расскажет очень много сама чего, презентует, расскажет о себе и немного о том, чем она занимается. И мы, конечно же, ждем от вас вопросов, я буду с удовольствием подходить с микрофоном, и мы будем смотреть те вопросы, которые будут нам задаваться на BTOA. И я также напомню, друзья, что мы для себя отметим самый интересный, самый лучший вопрос, это такое маленькое задание для нас с тобой. Потом, если вы будете автором этого вопроса, еще и сделаете репост, мы с удовольствием вручим вам вот такой вот сертификат, и вы сможете себе что-то приобрести в магазине All Stars или, может быть, я думаю, в магазинах Nike. Как пожелаете. Да, Саша, можно и в Nike магазинах тоже приобрести? Супер. Я хочу вас познакомить, или во всяком случае давайте поддерживаем аплодисментами Валерию Иоанна, которая является управляющим партнером группы компаний «Квадрат-28». Это шесть компаний, в общем-то, об этом ты расскажешь больше, но я восхищаюсь тобой. Я уже сейчас узнал, что мы с тобой соседи, собственно. Это уже отдельный вопрос, это мне повезло. Но я восхищаюсь всего того, что ты и кандидат мастера спорта по плаванию, и неважно, когда это было в детстве, ты и сейчас плаваешь. Ты переплывала Босфор, и, в общем-то, спорт не убежал куда-то далеко от тебя, ты, в общем-то, с ним продолжаешь общаться на ты, и много-много чем ты увлекаешься, поэтому спасибо большое, что ты здесь. Я передаю тебе слово, в какой-то момент буду адресовать те вопросы, которые будут на B2A, и те вопросы, которые будут задаваться вот здесь, вот среди наших присутствующих слушателей. Да, спасибо большое за приглашение, спасибо за то, что пришли послушать. Пару слов, наверное, себе. Я подготовила такую небольшую презентацию для тех, кто со мной не знаком. Меня зовут Лера, я управляющий партнер группы компании «Квадрат-28», и мы также являемся издателями онлайн-журнала предпринимательства «МС-Тодэй». Может быть, кто-то читает. В нашу группу компаний входит 6 различных компаний, я не буду их всех перечислять. Наша основная услуга – это маркетинг на аутсорсе для стартапов малого и среднего бизнеса. И несколько лет назад мы открыли еще ряд направлений, которые предоставляют услуги на аутсорсе тоже для стартапов и МСБ, это и финансы, и HR, и, скажем, остальные направления. Еще хотелось бы сказать, что это все удалось нам построить за 3 года вместе с моим самым лучшим партнером в мире – Надей. На самом деле у меня 5 партнеров, но с Надей мы основали компанию 3,5 года назад. Надя у нас в компании отвечает за бизнес-девелопмент, за новые рынки, новые возможности. Надя тоже ведет очень активный образ жизни. Она переплыла «Босфор», она «Оушенмен», переплыла в прошлом году «Бенедорм», и в этом году мы вместе планируем «Плейт Лагу де Орта» уже в этом июне в Италии. Давай Наде тоже поаплодируем. Да, давайте поаплодируем тоже, Надя, спасибо. Круто. И Надя – это наша душа нашей компании. Я в компании отвечаю за все операционные процессы, за управление командой, за реализацию клиентских проектов, которых сейчас в общей сложности более 40. И сама веду некоторые клиентские проекты, те, которые мне интересны. В разных сферах очень. Круто, можешь себе позволить, да? Ну, уже да, уже да. Вот, я занимаюсь боксом. На самом деле я начала заниматься боксом не так давно, больше, ну, скажем так, почти год назад. И начала я с тайского бокса. Тайский бокс отличается от бокса тем, что это бой восьмиконечностей. Это руки, ноги, локти, колени. Вот. И в какой-то момент я для себя поняла, что я бы хотела поставить какую-то планку для себя, к чему-то дойти, какую-то цель. И в клубе, где я занимаюсь, есть турнир, который называется «Белые воротнички». Он создан специально для таких людей, как я, да? То есть для тех, кто работает в офисе и по вечерам тренируется где-то. И, собственно, я решила, что я хочу принять в нем участие. Я уже выступила в двух любительских боях. Но перед первым я поняла, что у меня есть там потребность в том, чтобы улучшить, скажем так, себя в плане техники руками, да, ударной техники. И поэтому я начала заниматься боксом. То есть сначала был тайский бокс, потом был бокс. И вот, собственно, потом уже были несколько любительских боев. Ты с кем-то поспорила? Нет, нет. Как ты туда попала вообще? Почему тайский бокс? Ну, сейчас уже бокс, понятно, ты видишь условно там какое-то свое еще развитие, да? Тебе нужна ударная техника руками, ты пошла на бокс. Окей. Почему тайский? Да, как? Это же очень классно. Это очень энергичный вид единоборств. У тебя задействованы все мышцы тела. Ты себя чувствуешь максимально вовлеченным в процесс. И вообще, если говорить про бокс и про тайский бокс, мне кажется, без обид это самый лучший вид спорта, потому что в отличие от всех остальных, например, плавание, это очень хорошо переключает. Выходя на ринг, ты не можешь думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы, а, в тебя не попало, или, б, как сделать так, чтобы нанести большее количество ударов. Ну, то есть, это очень переключает, да? Когда ты плывешь, например, километр 4-14, как бы ты ни старался, у тебя все равно есть какие-то мысли в голове, и ты очень сложно переключаешься. Круто. Это помогает фокусироваться, да, условно? Это очень быстрые шахматы. Ну, потому что, помимо всего прочего, тебе нужна определенная стратегия. То есть, я раньше этого не понимала, я поняла это только недавно, спустя год. Вот, то есть, я не понимала, к чему все эти серии, там, двоечки, или, там, почтальон, или какие-то еще определенные удары. Я реально, то есть, мне только недавно начало доходить. А на самом деле это гениально. То есть, для того, чтобы уловить момент, спрогнозировать, что будет делать противник в ринге, нужно принимать очень быстрые решения и очень быстро действовать. Точно так же, как в бизнесе и, в принципе, там, вот в жизни. Ты в курсе сленга уже, я смотрю. С тобой классно смотреть бокс, я так понимаю. Да. А, здесь хок справа, здесь, ага, двоечка. Круто, круто. Конечно, когда занимаешься много, и когда, там, отдаешься этому на 100%, то это получается именно так. Я, кстати, могу помогать тебе переключать. Это ты кого-то льешь? Да, это я, кого-то льешь. Ну, это вот с последнего боя слайд. Это бой был в марте. Был очень интересный бой. То есть, в любительских боях идет 3 раунда по 2 минуты. Кажется, что это мало, но на самом деле это ничего не мало. То есть, после первого раунда уже становится тяжко. Но... Там есть компании, с которыми ты конкурируешь. Компания? Я хочу вот с этой девчонкой. Она недавно проект забрала, который мне был интересен. Вот надо с ней разобраться. Это было бы интересно, но, к сожалению, такого нет. Вообще, на самом деле, большая проблема с девочками, спарринг-партнерами. Поэтому, если есть кто-то из девочек, кто желает себя попробовать, пожалуйста, подавайтесь. Потому что, правда, и по тайскому, и по боксу очень мало девочек моего уровня, то есть, начинающего. Все в основном уже там более 2-3 лет или раньше где-то занимались. Или, например, была девочка, которая занималась раньше MMA, там, всю жизнь, да? И теперь она впервые вышла на ринг по боксу. Ну и как-то так, ну, чувствуешь себя немного некомфортно. То есть, да, впервые по боксу, но все-таки у нее боевой практики гораздо больше. У меня есть сразу вопрос здесь, вот тебе адресован он на B2A. Как мужчины относятся к твоим занятиям тайским боксом? Ну, вполне... Мужчина какой? Ну, как мужчины? Здесь, в принципе, может быть, твои друзья. Мужчина один из тех, кто стоит в очереди. Как бы вы все эти мужчины? Вы знаете, самое главное для меня в данном случае то, как относятся к моим занятиям мои тренера. У меня их два. Соответственно, по боксу и по тайскому. И они относятся очень позитивно. И очень верят в меня. И помогают мне достичь моей цели. А моя цель это победа на любительских турнирах. Круто, круто. Давай, что дальше? Дальше еще один прекрасный слайд о том, как мы переплыли с Надей Босфор в прошлом году. И как мы готовимся к Лагу де Орта. Вот. Это было очень тоже увлекательно. Я думаю, что многие на самом деле слышали о заплыве на Босфоре. Вы, наверное, говорили с кем-то из предыдущих гостей. Мы знали эту историю. Надя упала в воду просто. Ты ее спасала, и вы так переплыли в Босфор. Или это было все-таки целенаправленно? Вы готовились к этому? Целенаправленно, да, мы готовились. Это было 6,5 километров. Но чувствуется как 3-4 километра. Потому что по течению, правильно? Да. Легкие. Ну, по крайней мере, говорят... Сказал, человек, который переплылся. Очень легкие просто. Вот эти запахи, которые там, в общем-то, вкусных каких-то блюд, помаса и других моментов, они не отвлекаются. Про Босфор есть очень смешная история. Дело в том, что Надя приехала на несколько дней раньше. У меня в связи с работой не получилось приехать раньше. И там заплыв был в воскресенье условно, или в субботу. В общем, я приезжаю вечером до заплыва, да. Я не видела трассу. И мы пока плыли на корабле, нас там отвозили, Надя мне просто по дороге объясняла. Говорит, так, смотри, вот ориентиры. Вот, например, там будет мост такой-то с флагом. Вот электросети, вот Галатасарай, вот ты плывешь здесь. И я была немного в шоке. Я все-таки поняла, что нужно готовиться заранее и приезжать и смотреть трассу до. Но, к сожалению, в этот раз так не получилось. Все обошлось, все было хорошо. Мы доплыли, переплыли, открыли бутылку шампанского, выпили, отпраздновали. Круто. Мы тебе поздравляем. Аплодисменты, друзья. Выдержите нас, пожалуйста. Так, есть у нас еще вопросы, но потом к ней перейдем. Я напомню, что вы тоже готовите вопрос. Хорошо? Отлично. Вот, кстати, вот в субботу впервые я прыгнула с парашютом. Тоже свою мечту осуществила 4000 метров. Это был тандем прыжок, потому что первый прыжок, он всегда идет в тандеме. Минута свободного падения. Ну, то есть ты просто... Это такое... Я впервые... На связи с оттандемом, то есть могло быть и полторы, или... Не знаю. На самом деле, ну, могло быть, наверное, все и 4, потому что парашют автоматически открывается за 600 метров до земли, в зависимости от скорости, с которой ты падаешь. Но я никогда еще, ребята, не летала в самолете с открытой дверью. Это первое. Вот, потому что на высоте 3000 метров просто открыли дверь в самолет, и из самолета, и как бы все парашютисты уже наблюдали пейзажи и ждали прыжок. Меня научили здороваться и желать удачи. Парашютисты, знаешь, как делают? Давай покажу тебе. Давай кулачок, раз, потом рукой, и потом ты показываешь какой-то интересный финт, любой какой-то свой финт. И вот все 12 человек, которые были в самолете, все друг другу вот желали удачи. И потом в какой-то момент просто ребята начали выпадать из самолета, и это было такое ощущение, которое ты сложно с чем-то просто его сравнить или перебирать. 12 человек — это 6 пар практически, да? Тандема было два, вот, поэтому все остальные были как бы профессиональные парашютисты. То есть только ваша пара совпала, да? Вот, да, но мы делаем, да, как-то так. Вот, и в полете у нас были и сальто, и бочка, и много разных финтов. Очень классный был инструктор. Вот, ну, собственно, я хотела рассказать про риски, но не знаю, Саш, может быть, есть какие-то вопросы? Слушай, ну тут есть очень интересный вопрос, влияет ли бокс на бизнес-стратегию, на ведение переговоров с партнерами? Какие качества ты приобрела благодаря боксу, которые, возможно, в принципе, изменили твое поведение в жизни и на работе? То есть и, возможно, это как-то связано с тем, что ты будешь рассказывать. Я могу ответить на этот вопрос, очень классный, кстати, вопрос. На самом деле бокс учит очень быстро собираться. То есть ты, у тебя нет времени на подумать или думать нужно просто очень быстро. Это не всегда получается, но приходится. И бокс учит, наверное, как-то превосходить свои страхи. Потому что, ребята, честно вам скажу, когда я первый раз выходила на ринг, мне было так страшно. Ну, то есть ты выходишь на ринг, ты не знаешь, кто твоя соперница, куча людей, которые смотрят на тебя, ты не понимаешь, чем это все закончится. Кончится объективно страшно, жутко, но то, что там отличает труса и храбреца, они все в одной ситуации находятся, отличает их отношения. И вот как бы сложно, в принципе, не было или как бы страшно не было, ты просто собираешься и выходишь. И это важно, потому что это хорошее качество, которое помогает при сложных проектах, при сложных переговорах собираться, быстро думать, ничего не бояться, просто идти вперед. Круто. Ну, внутренняя уверенность какая-то. Да, она появляется, ее больше, но фактически ты ничего не боишься, да? У тебя нет такого, что ты, если вдруг ты чувствуешь какой-то накал в переговорах или тебе не нравится поведение, ты говоришь, пойдем, выйдем? Нет. Нет, и я надеюсь, не буду так говорить. Вот, ну, конечно, в какой-то совсем крайней ситуации могу сказать, но нет. Может, ты решала бы очень многое, и так проще было бы договориться? Если есть амбиции, лучше показывать их на ринге. Вот, и ринг может быть у каждого разный, их может быть несколько. Это может быть спортивный ринг, может быть бизнес-арена. Вот, но я предпочитаю каждой сцене отдавать свое. Супер, отлично. Вот это, кстати, тоже классная фотка, одна из моих боев. Интересная история была. Меня часто спрашивают, как это влияет дальше на работу. Это я после первого боя, я просыпаюсь утром и думаю, так, как-то, ну, в принципе, я себя чувствую нормально, вот, но, как-то, какое-то странное ощущение. Какое-то странное ощущение. Ты же потом сопернись еще пока не в, правильно? Ну, сопернись, как-то мне не в фотке, нет, она не выкладывала их в сеть. Вот, ну, может быть, можно попросить прислать. Девочка была сильная, на самом деле, она занималась там три года уже боксом, по-моему, и, ну, она была сильнее гораздо. Но суть не в этом. Суть в том, что я впервые увидела себя вот в таком эмплуа. Это был понедельник. У меня на этой неделе там две стратегических сессии, там одна во вторник, в следующая в четверг. И я впервые для себя открыла, например, там то, что есть синяков с тональным кремом, там какие-то вещи. И это было, ну, вот, я к этому отношусь очень нормально. И все, вся моя команда, большая часть из которых сегодня тоже здесь, и клиенты, все к этому отнеслись очень как-то с пониманием. Ну, есть какие-то определенные жертвы, конечно, когда ты занимаешься таким видом спорта. Круто, но учитывая, что у нас есть соцсети, я думаю, что многие твои клиенты и партнеры, в общем-то они в курсе, чем ты занимаешься, поэтому они, а-а-а, да, все понятно. Ну, класс. Я думаю, что в любом случае, моя из-за тебя. Вот. Хотела рассказать еще, ну, меня спрашивали про то, как выглядит мой график, потому что я много тренируюсь. Вот, у меня есть дни... Ты прям вообще наш человек, просто на кибума. Давай посмотрим на твой график. Давай. У меня есть дни, когда я тренируюсь, когда у меня есть две тренировки в день. Это плавание и бокс, или плавание и тайский бокс. Вот, тогда я просыпаюсь, ну, в принципе, я всегда просыпаюсь в 5 утра, но у меня есть утренняя тренировка в 6 утра в бассейне. Есть такие дни. И вечерняя тренировка всегда в 6 часов по боксу или по тайскому боксу, соответственно. И в зависимости от того, есть ли у меня тренировка утром или нет, вот я распределяю время. Если нет, я отвечаю на почту и пытаюсь с самого утра попасть в офис для того, чтобы начать свой рабочий день и закончить его рано в офисе уехать на тренировку и затем продолжить уже вечером. Есть какие-то секреты, ну, как проснуться? Потому что, ну, тренировка, встать в 6 утра или в 7 утра на первой тренировке, я просто плохо вижу. Это не просто, когда ты в системе. Что ты делаешь? Это на самом деле просто, когда ты в системе, просто до нее нужно дойти. Я себя очень долго приучала просыпаться рано. У меня это заняло, ну, где-то месяц, 3 года назад. И ты просто ставишь себе цели, заводишь несколько будильников, заставляешь всеми возможными силами себя проснуться во время, в которое тебе нужно. Ты просто встаешь с кровати, ты можешь, там, тупить или ты можешь ничего не делать. Тебе просто нужно заставить себя встать с кровати. И вот это твоя главная задача на первую неделю, если ты хочешь научиться просыпаться рано. Ты можешь дальше идти в душ, пить кофе, слушать музыку, читать книжку, просто смотреть в окно. Но твоя задача просто заставить себя встать с постели. Дальше уже будет гораздо легче. То есть дальше ты уже следующий каждый шаг просто прорабатываешь точно так же, как и первый. Есть такая вот теория по тому, я не помню, по-моему, это в книге «Hell Week», «Адская неделя», да, когда автор говорит о том, что самое важное – это научиться застилать свою постель. Да, потому что каждое маленькое действие, которое ты делаешь, оно тебе дисциплинирует и приводит в результате к тому, что ты достигаешь свою цель. Но ложишься ты рано или как бы ты выработала и ты просто спишь, я не знаю, 5 часов? Я сплю 5-6 часов, да. То есть мне 5 часов сейчас достаточно. Я уже сплю по 5 часов достаточно давно. Я к этому привыкла, мой организм полностью к этому адаптирован. Ложусь я с 11 до 12, вот как-то в этот период обычно. Вопрос. Отдала ли бы ты дочь на бокс? Хороший вопрос. Я думаю, что я бы отдала дочь на бокс, но не только на бокс. Вот так. По каждой делу. Да, скорее всего. Я считаю, что бокс – это хорошо. Мой еще один тренер – это Ангелина Бондаренко, двукратная чемпионка мира по боксу. Ей 20 или 21 год. Она была в сборной на Олимпиаде. Она занимается боксом с детства. И есть очень много примеров девочек, которые тоже достигли чего-то, начиная заниматься с детства. Вообще, это очень классно влияет на формирование характера. Ты более уверен, наверное, если ты занимаешься с детства. И ты сильный, ты быстрый, выносливый, ловкий. Несколько лет назад телеканал СПН проводил исследование по самому сложному виду спорта. Для этого нужно было… Они проводили это исследование по 12 разным критериям. На первом месте оказался бокс. На втором – хоккей. На третьем – американский футбол. По самому сложному. Физически? По 12 разным критериям. Там была и выносливость, и ловкость, и быстрота ума, и стратегия, и так далее. И бокс на первом месте. Поэтому… За девочек? Глобально бокс. Есть еще вопросы? Я предлагаю друзьям. Может быть, у вас есть вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Или у нас будет рубрика «Вопрос от Иры». Если что, подстрахуйтесь, пожалуйста. Хорошо? Отлично. Тогда мы с тобой продолжаем. Скажи мне о своем стиле вообще. Учитывая, что утром у тебя тренировки, потом у тебя встречи и стратегические сессии. Это что? Ты выбегаешь с тренировки из бокса в платьички? С мейком? Или все-таки джинсы, найки? Что твое? Ну, платьички – это точно немножко не про меня. К сожалению. Я стараюсь, меня Надя заставляет. Вот, но, да, и больше про найки, да, и больше про этот стиль. Я про casual, и футболки, джинсы, и кроссовки. И что касается самого вопроса, опять-таки, у меня весь день всегда расписан. И я двигаюсь очень четко по графику. Я четко понимаю, когда и где мне нужно быть, во сколько мне нужно выехать. И у меня дисциплина на первом месте, как в жизни, так и в работе, так и в спорте. Я считаю, что дисциплина – это залог успеха всего, что есть. Круто. Круто. А что у тебя после нашей встречи? После? После? У меня есть еще одна встреча. Здесь или где-то надо будет ехать? Нет, недалеко здесь. Недалеко. В общем, все так и продумано. Вот. Хорошо. Ты хотела нам еще что-то можно показать? Или я продолжу тебя мучить вопросами? Ты можешь меня продолжить мучить вопросами, потому что, судя по всему, у нас они с тобой пересекаются. Устраиваете ли вы себе диджитал детокс? Особенно, когда занимаетесь какими-то личными делами. Вот такой вот вопрос. Нет, к сожалению, нет. Я не устраиваю себе диджитал детокс, потому что моя работа мне не позволяет этого сделать. Я засыпаю, просыпаюсь с телефоном. И я привыкла так жить, и мне нравится так жить. И я всегда на связи для своих клиентов, для своей команды. У нас в команде действует правило первого звонка, правило первой кнопки. Это если случается что-то, в чем нужна помощь, и что ребята сами не могут решить, например, без меня или наших руководителей, я первая кнопка в телефоне, да, я и Надя. И поэтому я должна быть всегда на связи. Ну, ребята понимают, что за этим лечет. Увольнее я сразу после этого, если все-таки они позвонили после 12 лет. Ну, мне кажется, что я очень лояльный руководитель в этом вопросе. Поэтому, конечно, я могу сделать замечание. Сейчас она подставила тебя. Я очень лояльный, но кто-то же должен делать эту работу. Поэтому Надя, в общем-то, решает такие непростые вопросы, когда они есть. Это же коллектив, это же команда, это работа. Друзья, спрашивайте что угодно. Мы здесь никак себя не сдерживали, не огрычили, если вопросы есть. Плюс вопросы вы можете как-то немножко поворачивать наш диалог в какое-то русло, которое вам будет понятно. Итак, ну тут что-то как-то все про бокс говорят. Нам нужно уйти с тобой куда-то в другую тему. Ну тут вопрос следующий. Доводилось ли кому-то врезать мне зало, например? Такой вопрос. Нет, нет, но хотелось бы иногда. Есть что-то общее между боксом и маркетингу? Можете провести параллельно? Между боксом и маркетингу? Ну, конечно, это эмоция, наверное. Вот это самое яркое, что можно связать между боксом и маркетингом. То есть маркетинг и продукт, он должен вызывать какую-то эмоцию потребителя. И бокс, соответственно, тоже это делает. Причем на любом из его этапов, начиная от тренировок, заканчивая выходом в ринг. Хорошо, так. Ну, здесь у нас больше вопросов нет. Расскажи немножко, любишь ли ты бегать, например? Вот сейчас я понимаю, что у тебя плавание, у тебя есть бокс. Мы знаем, что многие боксеры, кто профессионально занимается, в принципе, они много бегают, красиво прыгают на скакалках. Ну, в общем, есть какие-то такие вот смежные еще вещи. Бегал ли ты? Сейчас много марафонов, понимаешь ли это участие? Ну, я бегаю в рамках тренировок сейчас. У нас есть такая разминка, и это всегда 10-15 минут на беговой дорожке, и это всегда 10-15 минут скакалки. Это обязательная программа. Бегать я, если честно, я не очень люблю. Вот 10-15 минут это практически 2-3 километра, правильно? Да, плюс-минус. Да, то есть в таком среднем темпе никто никуда не спешит, просто для того, чтобы настроиться на тренировку. А в целом я, по-моему, я бегала когда-то давно марафоны, ну, это там до 3-5 километров, то есть немного. Я могу пробежать и больше, я уверена, если бы я поставила себе такую цель, но я не получаю от этого удовольствия. Ну, то есть ты не видишь в этом какого-то для себя... Я не ловлю кайф. Я не ловлю кайф. Я не ловлю кайф. Да, то есть как-то раньше мне нравилось, а сейчас мы даже вот какое-то время с Надей бегали в лесу, ну, как в лесу, в парке партизанской славы. И стали идеи, да? Да, планерки были. Утренняя планерка. Утренняя планерка. Вот, и все равно как-то не мое, наверное. Расскажи какие-то классные идеи. Вы занимаетесь очень необычными вещами, на самом деле. Достаточно такими, настолько творческими и как бы предметными. Тем не менее, у вас есть какие-то вот традиции. Утренняя планерка, вы бегаете в лесу, но другие бы, может быть, люди нормальные проводили бы по-другому эту планерку. Есть ли у вас в команде еще какие-то прикольчики? Вот ваши традиции, которые, ну, для всех остальных, они кажутся такими необычными. Но вот это ваше, это про вас. У нас вот недавно запустилась такая программа в компании, которая называется «Менторский час». Это когда раз в две недели один из партнеров компании организовывает определенную активность, которая держится в секрете до, собственно говоря, от самой проведения активности. И рассчитана на ограниченное количество людей. То есть кто первый успел записаться, там 10-15 человек, как правило. И вот одна из таких программ прошла тоже у нас в зале бокса. У нас было 15 человек. Кто же испармел, это придумал интересно. Вот. Тайский бокс. И вот я таким образом попыталась как-то, может быть, привить интерес и любовь к этому виду спорта. Тут есть, кстати, ребята, которые члены нашей команды и кто участвовал непосредственно в этом «Менторском часе». Вам все стало понятно после этого, друзья? Да? Но расскажи немножко, как это было на самом деле для тебя. Ты же не знал до последнего… Можно я аккуратненько между вами присяду? Ты не знал до последнего, что это будет тайский бокс? Нет. Ну, я догадывалась. Тебе сказали, что это взяли с собой? Какую-то форму спортивную? Да. У нас были вводные данные, что нам нужно сделать, что нам нужно подготовить. Были несколько вводных там по поводу фотографа, но тем не менее мы не догадались точно, что это будет. Вот. Ну и когда мы приехали уже на место, увидели вывеску «Спарта-бокс», это клуб, в котором тренируется Лера, в котором мы тренировались, мы все сказали «А-а-а-а, все понятно». Ну и когда мы зашли уже в тренировочный зал, нам сказали «Ну все, сейчас начнется». И оно началось. Мы сначала разминались, где-то час может быть больше. Была очень сложная разминка. Например, я не знаю, потому что я спортом практически не занимаюсь. И я думаю, в следующий раз надо будет подумать, конечно, прежде чем так оперативненько отправлять заявку на Минтерский час. Но потом нас привели в зал для бокса. И это совершенно другая история. Стоять в ринге, когда ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, но тебе всячески помогает и твой партнер в ринге, и команда, которая вокруг тебя поддерживает. Это очень круто. Ты больше просто ни о чем не думаешь. Думаешь только о том, как бы там классно ударить, все же на тебя смотрят, он и так далее. Ну, здорово. То есть это такие какие-то маленькие командообразующие мероприятия, менторская часть, которую вы называете практически. Это не больше такое частноставничество, условно. Это в большей степени под руководством, что такое объединяющие для небольшой команды. Есть еще какая-то традиция классная? У нас на самом деле есть еще планерки, например. Это больше правило, чем традиция. Но традиция тоже неплохое слово. Каждый вторник в 9 утра все члены всех компаний, а у нас это около 70 человек, собираются в 9 утра, и мы обсуждаем организационные моменты, вопросы бизнес-девелопмента, всю операционную деятельность. Мы проходимся по каждому клиентскому проекту, который у нас есть, и аккаунт-менеджеры, проектные менеджеры рассказывают по статусу дел. Если у кого-то есть какие-то вопросы, они решаются, и обсуждаются достижения, пока-пы и так далее. Это позволяет всем быть в курсе дел компании, и в случае, если кто-то где-то выпадает, очень оперативно подменить. У нас есть, на самом деле, очень много правил в компании, больше, чем традиций. И они очень простые, но это то, что помогает нам делать нашу работу эффективно. Это заполнение определенных систем в свое время, подача определенных заявок тоже в свое время, подача задач на разные департаменты тоже в определенное время для планирования и так далее. Вот мы как раз о планировании сейчас говорим, в том числе. Расскажи немножко, как ты планируешь свой день. Ты планируешь с утра, с вечера или с утра и с вечера. У тебя есть какие-то свои подходы, которые позволят тебе все-таки придерживаться этого плана, не выпадать, не вылетать. Я планирую на неделю. Есть корректировки, которые происходят в процессе недели, и это всегда сиюминутные какие-то корректировки. То есть есть вещи, которые, к сожалению, появляются внезапно. Например, важные клиентские встречи, когда клиент очень просит, и он не может встретиться в другое время, и нужно как-то свой график двигать. Поэтому есть некая канва на неделю. Есть вещи нерушимые, такие как тренировки. Есть все, что внутри, все, что между тренировками. Это такая штука, которая варьируется. Это просто крутая тема, потому что часто, наверное, когда мы только начинаем заниматься каким-то спортом или увлекаемся, для нас тренировка не является чем-то, скажем, сродни работы. То есть есть работа, это первостепенно и важно, особенно у мужчин, я думаю, но у девчонок в том числе. А потом уже, если вдруг там не будет накладываться, я пойду на тренировку, если все сложится. И не позвонил. Да, Елена, а в остальном, видишь, ты к этому подходишь, наверное, как и многие, кто приходят, если они хотят тренироваться в системе, и для них это важно, когда тренировка – это такая же встреча с клиентом, когда тренировка – это, в общем-то, такой же кусочек работы, только в другом плане над собой. Да, сто процентов, это именно так. Ну, единственный, как бы, случай, когда ты выпадаешь из тренировки, это когда есть, например, там, командировка, и тебе просто нужно ее перенести, да, или, например, вот как сегодня. У нас сегодня встреча, и мне пришлось свою тренировку перенести, да, поэтому, но я обязательно этот свой кусок тренировки доработаю в следующий раз. Ну, я могу пока отвлечься, можно приседать, если нужно, там несколько минут, вот, за плазмой спрятаться. Друзья, ну что, отлично, есть вопрос, спасибо большое. Микрофон. Там я ближе к своему микрофону. Хотел задать вопрос, в чем главная мотивация вашей жизни? Деньги, семья, наследие, что это? Моя главная мотивация – это достижение, непрерывный рост и постоянное движение. Ну, то есть, это никогда не останавливаться. Вот, вот это самая главная моя мотивация. Не деньги, не власть, не влияние, не семья – это движение. И вот это вот про меня. Спасибо тебе. Ты, кстати, можешь сейчас любой вопрос задать, пользуясь случаем. У меня есть вопрос на экране, почему-то никто не хочет спросить, а мне очень интересно. Питание. На самом деле, в описи очень редкая удача увидеть, как Лера ест. И практически никто не знает, что Лера кушает. И для такого видна жизни это очень важно – правильно питаться и, в принципе, питаться. Расскажи, пожалуйста, притерживаешься ли ты строгого, правильного питания? Или же ты просто слушай свой организм и слушай все, что ты хочешь? Не спешу отвечать. Сейчас, может, этот вопрос даст понимание твоим сотрудникам, что ты человек, понимаешь? Потому что так как ты не спишь, не ешь при них, у них есть, закрадываются другие идеи. Почему не сплю? Пять часов – это нормально. Просто кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Спасибо за вопрос. Я ем. И есть… Я на самом деле пытаюсь правильно питаться, но это единственное, что у меня не получается делать пока что в системе. Сейчас я завтракаю всегда. Я стараюсь… Ты что-то конкретно завтракаешь или? Творог. То есть что-то очень быстрое, типа творог, йогурт, банан и все. И обед. Ну и, собственно говоря, ужин, если на него есть силы. Поэтому, в принципе, это питание три раза и больше ничего. А как с водой у тебя? Воду пью. Много-много воды пью, да, конечно. Это в рамках тренировки и в рамках рабочего дня. Просто иногда вода подгоняет наш рацион по питанию. Мы уже понимаем, что нужно выпить перед едой, после еды. И фактически, выиграя то необходимое количество воды, мы еще и заставляем себя лишний раз чего-то перекусить или съесть. Ну, я на самом деле пью воду, скажем, столько, сколько мне хочется. Я не пью там, не выпиваю ровно 2,5 литра, скорее всего, бываю, не когда выпиваю, бывает, когда нет. Я действительно не придаю этому достаточно внимания и значения, хотя стоило бы. Вот, но как-то так. Ты говорил про витамины, что ты пьешь, какие-то витамины? Комплексы витамин различные. Вот я пью опти-вумен, это комплекс витамин для женщин, омега-3, кальций, цинк, магний. Вот, я не могу пить, к сожалению, витамины группы B, вот, потому что аллергия одно, как бы все остальные витамины принимаю каждый день. Супер. Я просто слышал, чтобы там, я помню, либо цинк, либо что-то, чтобы усваивалось. Нужен витамин, как бы, как бы там связки где-то? Есть вот в этом в общем комплексе. Ну, то есть я не пью их отдельно, да, вот. А так то в комплексе, в который я выпиваю, там есть этот витамин. Супер. А что-то еще есть у тебя дальше? Что часто у тебя еще спрашивают? Ну, собственно, это больше вопросы про бизнес, да, потому что часто задают вопросы, Когда мы начинали 3,5 года назад нашу компанию, многие сделали ставки и прогнозы о том, что, собственно, ничего не получится, потому что девочки выбрали для себя такую нишу, с которой сложно работать. Это действительно так. Но в этом-то вся и прелесть, потому что это сложно, и не все могут работать с такими клиентами. Мы взяли на себя такую смелость, ответственность. И вот мы уже за 3,5 года мы выросли из 2 человек до 70, и в этом году мы вырастем до 160 человек. Мы открываем 2 новых офиса в двух странах. В двух странах, то есть не в Украине. Не в Украине, да. Мы стартуем продажи франчайзинга тоже в этом году. У нас уже есть определенные запросы международные, с которыми мы ведем переговоры. Поэтому я просто хотела сказать о том, что всегда нужно слушать себя и делать то, что вы чувствуете, будет правильным. Даже если это очень сложно, никогда не обращать внимание на то, что говорят другие, что что-то там не получится и так далее. Потому что нам говорили это и про малый и средний бизнес, и говорили о том, что никто не будет отдавать маркетинг на аутсорс, потому что все хотят иметь его в штате, а на самом деле это не так. Говорили многие о том, когда мы начинали бизнес, нам было по 23, 23-24, и все говорили, ну, кому он, типа, двум маленьким девочкам никто не поверит, потому что наши клиенты это владельцы бизнеса в первую очередь. И, конечно, когда ты приходишь придавать контракт, есть какой-то, вернее, есть отсутствие кредита доверия, да, было отсутствие кредита доверия. Ну, мы с этим справились за все время и ни капельки об этом не жалеем. Вот такой момент, который меня, на самом деле с этим сталкивается каждый, кто там свои годы что-то начинает делать, ему говорят, вот, сколько вам лет, какой-то момент. Но если ты разбираешься, если ты профессионал, и ты говоришь, в общем-то, и доносишь какие-то вещи, к тому же они понимают, что у них-то времени нет для этим заниматься. Есть разные профайлы клиентов, да, то есть есть люди с, скажем так, более европейским подходом, для которых возраст не имеет никакого значения, а есть люди, которые, например, стартовали свой бизнес в 90-х и продолжают его вести в таких же канонах и традициях, и для них есть вещи, которые супер важны, да, поэтому тебе нужно быть адаптивными и гибкими, подстраиваться, что... Но ты подстраиваешься или просто принимаешь решение, что ты не ваш клиент? Это очень зависит. Может быть очень классный или интересный продукт, или очень сложная задача, и может не нравится клиент, потому что у вас может не быть просто химии, и тогда это там общее решение, берем мы этого клиента или нет, да. То есть поскольку я отвечаю за операционную деятельность, в этом плане чаще я принимаю решения, хотелось бы мне лично заниматься этим клиентом, и я сразу представляю, кто из рабочей группы мог бы этим клиентом заниматься, вот, поэтому очень разные профайлы, и по-разному себя нужно вести, но главное не бояться. Но в вашей команде 70 человек, это все, кому 23-26, или это есть и по старшим? Нет, средний возраст у нас, ну, средний возраст у нас где-то 23-25, но у нас есть ребята, которым 19, 20, 21, у нас есть ребята, которым там 31, 32, 33, то есть до 35 лет, да, у нас в основном. То есть у нас есть ребята, кому за 30, это же нормально звучит, правда? Есть еще такие ребята, кому за 30, которые планируют идти на пенсию, да, для тех, кто 19, они как бы с ними даже не здороваются, вот, не понимают, что они здесь делают. Но суть, мне как бы тоже 30, ну, я к этому отлично отношусь. Слушай, о чем я хотел, учитывая ваш рост, вашу динамику и то, что вы планируете увеличиться вдвое, даже больше, чем вдвое, набираете ли вы сейчас людей, то есть открыты ли вы, то можно ли найти где-то эти вакансии, посмотреть? Конечно, конечно. Можно ли здесь сейчас, с вами просто беседовать, если что? У нас есть на страничке в Фейсбуке, мы всегда публикуем наши вакансии, у нас есть сайт, мы всегда открыты и всегда очень ищем хороших людей, потому что на самом деле их очень не хватает, вот, и у нас открыты позиции всех шести уровней, и интерны, и ассистенты, и позиции уровня джуниор, поэтому есть много вакансий. Кстати, вот мы недавно, как недавно, вчера, мы переехали в новый офис, у нас было 220 квадратных метров, теперь у нас 660, то есть в три раза больше нам стало легче дышать, мы переехали в самый центр, на Кловскую, поэтому со следующей недели, когда мы все приведем в порядок, и к нам доедут наши красные диваны, вазоны и красные постеры, приглашаем всех в гости, вот, как-то так. Круто, это очень круто, классное место. Место очень классное. Парковаться, правда, сложно, но мы что-нибудь придумаем с этим. Да, это уже такой момент. Вечеринка будет? Конечно, у нас будет вечеринка, которая называется «Квадрат 28 собирают друзей», я надеюсь, Надя меня сейчас за это не убьет. Только когда едут у нас на диван, и сразу можно будет гулять, да? Ну, конечно, это в этом месяце будет точно. Нет, мы правда планировали сделать, просто действительно еще пока не определили дату, но мы напишем об этом, и не будем считать. Есть несколько вопросов у нас новых. Что вы посоветовали по себе 5-10 лет назад, если бы была такая возможность? Какой совет? Какой вопрос? Жанна, посчитай, сколько это было? Я бы себе посоветовала раньше начать изучать китайский. Ты сейчас уже, да? Да, четвертый заход. И он не получается как-то. Но вот все остальное у меня, в принципе, я считаю, что были какие-то, не какие-то было много ошибок, но глобально вектор был правильный. Это круто, что ты его еще не выучила. Но ты остаешься с нами, потому что только ты его выучишь, мы тебя потеряем. Опиши своего идеального клиента. Какой он? Я понимаю, что клиент пишет тебе. У нас есть идеальный клиент, который доверяет на 100, на 1000 процентов и который отпускает. Который понимает, что могут быть ошибки, которые исправляются там в процессе, но который глобально отпускает, доверяет и ждет результат. То есть у нас же все как привыкли в основном, что есть маркетинг, значит, есть волшебная палочка. То есть ты что-то начал делать впервые в жизни системно, значит, у тебя уже через две недели должно быть плюс миллион чего-нибудь. А так, к сожалению, не бывает. Нужно прикладывать усилия, иметь много терпения, много работать для того, чтобы получился результат. Поэтому наш идеальный клиент, который это понимает, который готов вместе с нами инвестировать свое время в работу, в построение системы и через 4-6 месяцев увидеть первый результат. И я очень рада, что сегодня у нас тоже, например, есть один из наших клиентов, с которым мы работали раньше, несколько месяцев назад. Поэтому тоже один из наших любимых клиентов. Компания Miss China. Поэтому очень их любим тоже. Класс, спасибо. Почему так назвать? Квадрат 28. Есть официальная версия, есть и официальная версия. Неофициальная версия. Хорошо. Неофициальная версия. Мы запускались, Надя, был наш первый проект, выставка «Музей свободы, музей Майдана» в Национальном художественном музее на Грушевского. И задача заключалась в том, чтобы за две недели помочь куратору выставки, собственно, найти весь необходимый реквизит для проведения. Нас было на то время еще двое. Я и Надя, то есть был первый проект. Мы уже знали, что мы будем делать компанию. У нас не было ничего, ни названий. Отлично был назван, я и Надя. Что еще надо? Вот. Могли бы потом назвать Акатейку в Закарпатье. Ну, то есть, Буковельке. Ну, то есть, можно было бы расширяться. Хорошая идея. Мы подумаем над каким-то новым продуктом. И когда мы уже, собственно, закончили всю подготовку, а это тоже был сложный проект, расскажу немножко позже, нам предложили поставить наш логотип на брендвол и на баннер. И я говорю, Надя, ну, как настоящий маркетолог, нельзя терять такую возможность, нужно срочно им отправить наш логотип. И мы просто сели, и вот мы думали о том, как назвать. Нам очень нравилось число тогда 28, и не могли ничего придумать. Нравились очень геометрические разные фигуры. Говорю, давай квадрат, давай квадрат. И мы быстро нарисовали на листочке карандашом просто квадрат, и рядом 28. Говорю, ну, давай, чтобы оно смотрелось еще нормально, расшифровку сделаем на английском. Сделали расшифровку на английском. И вот с того времени как-то так все пошло. Есть официальная версия, потому что квадрат — это символ устойчивости, развития. Восьмерка — символ бесконечности. У нас два партнера, две бесконечности. Но это уже мы в процессе, если честно, придумали, потому что очень многие люди спрашивали, и стыдно просто рассказывать такую историю. Ну, как есть. Чем и как мотивировать сотрудников для максимально плодотворной работы? Сотрудники, наверное, сами должны быть мотивированы и разделять цели компании. Поэтому, наверное, много говорите, синхронизироваться в плане того, куда мы хотим прийти. И я неоднократно на наших планерках говорю о том, что, ребята, если вы, например, в какой-то момент почувствуете, что это не ваше место, ну, то есть вы здесь не растете, вам здесь некомфортно, вы просто приходите об этом и говорите. Не надо себя мучить. Мы просто классно разойдемся, попрощаемся и все. Поэтому это как бы первый момент. Второй момент — это много говорить и действительно любить каждого члена команды. Потому что для меня там моя работа и моя команда — это реально моя семья. Поэтому я… у меня не всегда хватает времени, но я очень стараюсь находить время на каждого. Так круто, что ты говоришь любить каждого представителя члена команды. Потому что обычно говорят любить каждого по-своему, знаешь, как к семье. Любить по-своему. А здесь у тебя, ну, вот оно искренне. Это очень круто, это важно. Особенно разделять идеи и ценности компании, наверное, это основа, когда народ кайфует, балдеет и не нужно тут лишний раз что-то рассказывать. Давай крайний вопрос, если есть… О, у нас есть вопрос. Или это вы здесь напишите, очень правильно, нет? Это не вы, Александр? Иду к вам с микрофоном. Новая темочка на колеса. Пожалуйста, ближе к себе. Если вдруг каким-то чудным образом найдется свободных полчаса, то чем ты займешься? Отдохнешь, возьмешь книжку и еще что-нибудь? Звучало как предложение. Или еще что-нибудь. Ну, в принципе, у меня… Мне не нужны свободные полчаса. Я люблю читать, поэтому я читаю. Я играю на музыкальных инструментах, я играю на гитаре, я играю на фортепиано, поэтому, конечно, музыка, но нужно для этого какое-то свое настроение. Я готовлю, вот. Я люблю готовить в последнее время, поэтому могу попробовать что-то приготовить интересное. Но это редко бывает, не часто, очень-очень редко. Спасибо. Просто после того, как ты сказал, что ты еще играешь на музыкальных инструментах, ну, логично, что готовить некогда. Я не знаю, в общем-то, как-то очень много из нашего списка уже выпадает. У тебя был один вопрос. Давай тогда на нем будем завершать. И в завершение ты еще что-то, что пожелаешь. Расскажи, пожалуйста, как ты путешествуешь? Потому что люди, которые занимаются спортом, они как правило подстраивать подставки. Это такой спортивный туризм. И какие у тебя цели на будущее? То есть заплыв на озере Орка, ты будешь плыть в 14 метров? Да, я надеюсь, что 14, что я доплыву. По путешествиям, ну, поскольку я занимаюсь там единоборствами, и пока мой уровень точно не позволяет выезжать куда-то за пределы Украины, и я пока концентрируюсь на турнирах здесь, пока это только заплывы, и пока действительно ближайший это только тот, который в июне. Но в целом я, например, в конце декабря и в январе я на месяц уехала в Чили. Я очень люблю Латинскую Америку. Да, это вот моя... Мне кажется, что мне нужно было там родиться на самом деле. И я уехала туда на месяц. Я путешествовала много по стране сама. Я получила колоссальное удовольствие. Я побывала на пяти разных винодельнях в Чили. Я побывала на мастер-классах чилийской кухни. Походила в экспедиции в небольшие. А так, как бы, я, в принципе, отдыхаю достаточно нечасто. Раз, вот я скорее выйду на какой-то длительный период времени, чем несколько раз на короткие какие-то вылазки. Ну, вот так. Супер, спасибо. В завершение, может быть, ты хотела бы чем-то еще поделиться. Мы какую-то тему не зацепили. И ты хотел бы что-то нам сказать. А после этого будем с тобой фотографироваться со всеми нашими присутствующими гостями, друзьями. И также выберем с тобой самый лучший вопрос. Класс. Я на самом деле хотела, наверное, сказать, что самое важное, по моему мнению, в жизни – это не бояться брать риски, никогда не останавливаться и делать как можно больше непопулярных решений, потому что непопулярные решения позволяют тебе быть и оставаться собой. Не смотреть на то, что происходит. Смотреть, ну, не копировать то, что происходит вокруг. И вот именно в этом пути пытаться находить себя. И я уверена, что это точно получится. Вот это точно путь к успеху. Просто не переставать двигаться, несмотря ни на что. Знакомый слог, что тебе сказать. Да, знакомый? Да, да, очень, очень знакомый. Прям грей душу. Да, just do it. Это правда. Это про тебя тоже. Это про меня на все тысячи процентов. Мы тебе желаем не останавливаться. Мы тебе желаем быть человеком непопулярных решений, как ты говоришь. Это очень классная формулировка. Фактически она еще сродни не быть удобным для кого-то, потому что мы же… Что такое популярное решение? Это то, что делают многие. Это, в принципе, желание быть в каком-то потоке, а здесь ты, в общем-то, я такой, это мне ближе, я делаю это. Поэтому быть собой. Как говорят, личностью становится индивидуально, все необходимо отстаивать, поэтому мы тебе предлагаем это делать. О, да. Также здесь вот на страничке «Битвей». И мы с удовольствием передадим вам сертификат, когда придадим лучше вам. Все тоже сделают представитель «Битвей». Ставим точку? Да. Ставим точку. Хорошо. Спасибо, друзья, большое. Спасибо. А где выбрать лучший вопрос? А, вот здесь? А, вот здесь. Давай попозже. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok